Обманутые дочери одного из недостроенных домов жил массива Закаменский все последние месяцы надеялись на то, что реализация очередного масштабного инвестиционного проекта позволит привлечь дополнительные десятки миллионов рублей для продолжения строительства дома. Но на этой неделе оказалось, что этот бюджет может уйти в пользу другого новосибирского долгостроя. О коллизиях с масштабным инвестпроектом расскажем далее в прецеденте. В конце нулевых, когда амбициозный проект ООН «Ниаград Инвест» широко рекламировался, никто и не предполагал, что Закаменский станет самым масштабным новосибирским долгостроем. Обманутыми оказались более 600 человек. В конце 2018-го президент группы компаний «Ниаград Инвест» Владимир Аксенов и его подельники были приговорены к реальным срокам. К этому времени ООН «Ниаград Инвест» уже было объявлено банкротом. На каждом из четырех незавершенных домов были созданы жилищно-строительные кооперативы, которым и пришли функции застройщиков. Позже каждый из ЖСК получил по 45 миллионов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Алгоритм действия этого механизма следующий. Город предоставляет бесплатный участок земли для строительных компаний. Взамен девелоперы перечисляют деньги на счета ЖСК созданных и с обманутых дольщиков. В августе 2018-го на площадке Закаменского председатели ЖСК отчитывались о том, как они тратят полученные деньги. Коробка практически закончена. Шахты сделаны. Дальше получаете 45. Как вы распоряжаетесь? Мы в первую очередь занимаемся обустройством кровли. Полностью закрываем тепловой контур путем остекления. И переходим к межкомнатным и межквартирным стенам и перегородкам. ЖСК «Каменский-16» тоже воспользовался этим подарком судьбы. Нам удалось достроить каркас, в том числе при участии денежных средств, привлеченными дольщиками. То есть это поевые взносы. Но дефицит средств был настолько велик, что его можно было покрыть только за счет нескольких мипов. В рамках очередного масштабного инвестпроекта власти выделили чуть более 10 гектаров земли на улице Крауза. Эта локация в Калининском районе все последние годы активно осваивается. Группы компаний «Стрижи» и ООО «Энергомонтаж». Эти компании уже участвовали в мипах и перечисляли деньги на счета кооперативов Закаменского. Но в этот раз, как говорится, что-то пошло не так. Первым свою заявку на участие в мипе подала ООО «Союзинвест». На земельном участке площади 10 га по улице Крауза. При реализации данного масштабного проекта планируется направить 175 миллионов рублей на завершение строительства проблемного объекта, а также передать не менее 2,5 тысяч квадратных метров гражданам, признанным пострадавшим от действий застройщиков. Второй на очереди стала заявка ООО «Квартал», которая входит в группу компаний «Стрижи». Реализация масштабного проекта площадью 4,9 га. «Квартал» обязуется направить не менее 73,53 миллиона рублей на завершение строительства проблемного объекта Закаменский-16, а также передать не менее 1262 квадратных метров гражданам, признанным пострадавшим от действий застройщиков. Неожиданностью для многих стало то, что «Союзинвест» захотел перечислить деньги на завершение другого долгостроя, на «Связистов-13-1». Мы, получается, писали вам письма по поводу того, сколько у нас людей на обмены. Нашего дефицита мы предоставили. Вы поймите одну вещь. У нас с вами есть заявка одна, есть заявка вторая. Того, что победит «Союзинвест» еще не факт. Мы знаем, что дефицит средств на «Связистов-13-1» порядка 357 миллионов рублей. То есть, соответственно, наверное, было поэтому ими принято соответствующее решение. Я не знаю, то есть почему. Учитывая, что они рядом строят там объект, наверное, по этой причине и было принято решение. Теперь участники этого масштабного инвестпроекта с поправкой на заявку «Союзинвеста» могут заявиться только на освоение всего участка в 10 гектаров. Это же в значительной степени для вас меняет все с точки зрения экономики и вопроса. Теоретически 10 гектаров возможно просто увеличить тогда срок освоения этой площадки. С трех лет, там, до десяти лет, возможно, указывать. Пальма-первенства в этом МИПе достанется той компании, которая предложит оптимальные сроки его реализации. На сегодняшний день мы заявляем параметры 10 гектаров и 175 миллионов рублей и определенное количество квадратных метров в отношении 313-91, то что Союз декларировал. Трижи могут также подать заявку и указать за Каменский 16. Обманутым дольщикам, какого из долгостроев достанутся деньги от реализации МИПа, пока остается интригой. Но если победитель не выберет ЖСК за Каменский 16, для людей, которые все последние месяцы надеялись на этот финансовый транш, это событие станет настоящим ударом. Мне кажется, жизнь кончилась. Просто два года работы и надежды. Просто мы сейчас остаемся один на один непонятно с чем. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.